Новости продолжает эфир. В студии Виктория Антонишина. Я Вера Захарчук. Ранее была информация о возможном сходе лавины в Алматинской области. В ближайшие несколько дней спасатели не рекомендуют ходить в горы. Президентские выборы в Узбекистане проходят без нарушений. Об этом сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Республики Мирзаулукбек Абдусаломов. По его словам, из более чем 20 миллионов избирателей проголосовали 11,5 миллионов. Это почти 56%. На пост главы государства в Узбекистане претендуют 4 кандидата от 4 партии. Для победы необходимо набрать более 50% голосов. В стране организованы почти 10 тысяч избирательных участков. За голосованием следят 80 тысяч местных и около 600 международных наблюдателей. В Италии проходит народный референдум по конституционной реформе. В 7 утра по местному времени по всей стране открылись более 60 тысяч избирательных участков. В голосовании призваны принять участие почти 47 миллионов человек. Отмечу поправки в Конституцию. Предполагают упрощение процедуры принятия законов, сокращение возможностей парламента и разделение сфер полномочий Центра и регионов. Реформы должны обеспечить большую централизацию власти и снизить бюрократические проволочки. Их инициатор – премьер-министр страны Монтео Ренси. Главная интрига этого референдума, безусловно, политическая судьба Ренси. В ходе 7-месячной предвыборной кампании он не раз повторял, что в случае победы противников реформы готов уйти в отставку. Около 400 человек нуждаются в срочной эвакуации из Восточного Алеппо. Об этом сообщают представители ООН. Гуманитарная ситуация в кварталах, остающихся под контролем боевиков, катастрофическая. Есть информация, что сейчас там находится около 250 тысяч человек. При этом запасы продовольствия и медикаментов в этих кварталах почти исчерпаны. Между тем, сирийская армия и ее союзники взяли под контроль еще один район восточной части Алеппо. Теперь правительственные силы контролируют дорогу, которая проходит через город и соединяет западные районы с аэропортом. Отмечу, спустя три недели после начала операции по освобождению Алеппо от террористов, армия взяла под контроль около 60% территории города. В Кыргызстане намерены повысить стипендию студентам педагогических факультетов. Так, в Министерстве образования надеются стимулировать интерес молодежи к профессии учителей и повысить качество обучения. Сейчас в предложении обсуждается специальная межведомственная комиссия, а в Министерстве финансов уже заявили, что готовы найти для этих целей дополнительные 30 миллионов сомов. Это почти 150 миллионов тенге. Бакачурмашев продолжит тему. Сейчас размер стипендий для студентов педагогических факультетов 800 сомов или 4000 тенге. Это максимальный размер государственных выплат учащимся в бюджетных отделениях. Министерство образования и науки разработало проект постановления, согласно которому предлагается для студентов высших и средних учебных заведений, которые обучаются по педагогическим специальностям, увеличить эту сумму в два раза. После повышения он будет получать стипендию в размере 1600 сомов. Согласно предложению Минобразования и науки, размер стипендий будущего учителя, обучающегося в среднем учебном заведении, составит 1440 сомов вместо 720 сомов, которые он получает сейчас. Повышение стипендий обрадовало студентов, но, как выяснилось, не всех. Дело в том, что учиться на отлично непросто, а студенческую зарплату в полном размере получают только те учащиеся, у кого в зачетке одни пятерки. Таких, как выясняется, немного. Это значит, что главная цель повышения стипендии, привлечение абитуриентов для обучения педагогическим специальностям, не будет достигнута. Именно поэтому даже преподаватели говорят о том, что просто поднять стипендию мало. Нужно расширить круг получающих и ее студентов. А сейчас кто получает четверки, они тоже уже не получают. Лишились именно получения стипендии. Если вот, например, одна четверка или две четверки, включая эти четверки тоже к пятерке, могли бы, дали бы стипендии этим студентам, хорошо было бы. Желание, как бы проявилось у студентов, еще больше. Впрочем, время для того, чтобы учесть все предложения, еще есть. Инициатива о повышении стипендий будущим педагогам пока только вынесена на обсуждение. Все замечания и предложения можно оставлять на сайте Министерства образования и науки. Несколько лет назад правительство внедрило программу «Депозит молодого учителя». Кроме зарплаты на банковский счет, преподавателям перечислялась и специальная надбавка. Эти деньги педагог мог получить только спустя несколько лет работы в сельской местности. К сожалению, популярности профессии это никак не прибавило. И тем не менее, в правительстве не оставляют надежды поднять престиж учителя. Но в этот раз решено сделать акцент на будущих педагогах. Бакычер Маша, специально для Хабар-24, Вишкек, Кыргызстан. В АТРАО бизнесвумен решили взять под опеку 25 детей-сирот. Меморандум о попечительстве был подписан между Советом деловых женщин при Палате предпринимателя области управления образования и детским домом. Документ предусматривает не только материальную помощь. Женщины обязуются сделать все, чтобы подготовить детей к самостоятельной жизни. Воспитанники детского дома, по большому счету, ни в чем не нуждаются. С учреждением работают общественные организации, волонтеры и бизнесмены региона. Но этот день для каждого особый. Это важно, почувствовать себя нужным определенному человеку, признаются дети. Хочу поздравить всех с большим праздником, Днем независимости нашей страны. Также хотим поблагодарить всех участников сегодняшнего мероприятия. Спасибо за то, что они решили заботиться о каждом из нас. Меморандум о попечительстве и опеке – часть республиканской акции «25 полезных дел». Ее инициировала Национальная комиссия по делам женщин и семейной демографической политики при президенте. Активные представительницы прекрасного полуатерау сразу решили взять шество над воспитанниками детского дома. Я думаю, что эти дети апреле сегодня канун праздника независимости Казахстана «25 мам». Мы будем об этих детях заботиться, мы их будем отправлять в лагерь, другие города, экскурсии. Будем посещать и мы будем забирать их домой. Соглашение – это не просто материальная помощь. Попечители дают гарант социального сопровождения ребенка в будущем. Они обещают создать условия для интеллектуального развития, занятий спортом, профориентации, досуга и всего того, что позволит подготовить ребенка к самостоятельной жизни. В приорале к юбилею независимости Казахстана приурочили областную спортыкиаду от Басы Бакатмикене. В эстафете участвовали семейные команды со всех районов области и Казаларды. Программа состязания состояла из нескольких этапов. Ее участники продемонстрировали сплоченность, силу и ловкость и огромное стремление к победе. По словам организаторов, главная цель мероприятия – развитие массового спорта и укрепление семейных отношений. Спорт интересен и полезен для каждого члена семьи. Физкультура помогает не только укрепить здоровье, но и семейные узы. Такие состязания дают нам возможность сблизиться, почувствовать себя членом одной команды, быть нужным звеном. Посольство Казахстана в Вашингтоне распахнуло двери для американских друзей, которые пришли вместе отпраздновать государственный праздник – День первого президента нашей страны. Праздничный вечер украсила концертная программа Юлия Горинман – виртуозной пианистки, выпускницы знаменитой музыкальной школы имени Куляжбы Сиитовой в Алматы, которая в настоящее время является профессором престижного американского университета в Вашингтоне. Талантливый музыкант Горинман – обладательница многочисленных международных премий и наград. Она немало гастролировала по Европе, России, на Ближнем Востоке, Канаде и Соединенных Штатах Америки. И все ее выступления непременно проходили при полном аншлаге. В честь праздника она продемонстрировала свое мастерство гостям посольства и подарила музыкальные диски с записями своих выступлений. Она поделилась теплыми воспоминаниями, которые связывают ее с Казахстаном, и выразила пожелание дать сольные концерты и мастер-классы в Астане и Алматы. День первого президента Казахстана стал вновь незабываемым вечером для друзей нашей страны. Я пришла на ту самую сцену, на которой я играла 30 лет назад. И это чувство, что я вернулась домой, в Казахстан. Этот день для меня очень волнительный, потому что я вижу очень много своих земляков. Я вижу, как моя семья находит новых друзей. Желаем огромного счастья. Чтобы все были здоровы, чтобы были счастливы. Чтобы не потеряли то, что делает Казахстан особенным местом на земле. К этому часу это пока все новости. Мы благодарим вас за внимание. Хорошо и хорошо. Субтитры подогнал «Симон»